Дмитрий Владимирович Бондаренко Начальник отдела организации медицинской помощи населению Министерства здравоохранения Тверской области Дмитрий Владимирович, здравствуйте Доброе утро, Ирина Александр Сергеевич Раздурский Главный внештатный специалист-эпидемиолог Министерства здравоохранения Тверской области Главный врач областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Александр Сергеевич, добрый день Здравствуйте Константин Валентинович Маслов Главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Министерства здравоохранения Тверской области Главный врач Тверской станции скорой медицинской помощи Константин, добрый день Добрый день И Николай Петрович Кириленко Профессор кафедры поликлинической терапии и семейной медицины Тверского государственного медицинского университета Доктор медицинских наук Николай Петрович, добрый день Сегодня, уважаемые друзья, как вы уже догадались по составу наших уважаемых гостей, мы будем говорить прежде всего о здоровье и как себя уберечь от болезни в новом уже 2021 году. Но вначале давайте подведем итоги, вернее поговорим об уроках 2020, чему мы на этих уроках научились, с кого начнем. Ну давайте, наверное, я начну. Главный урок, наверное, у нас ни для кого не будет секретом, это та самая пандемия. Да, 2020 год был годом, скажем так, необычным и в плане работы с организацией здравоохранения и в плане жизни, наверное, всего населения и каждого в отдельности взятого. Ну что он научил нас этот год? Научил нас очень быстро мобилизироваться и перестраиваться. Именно не подстраиваться, а перестраиваться. То есть мы смогли организовать достаточно быстро и эффективно оказание медицинской помощи в условиях пандемии, в условиях нового заболевания, практически которое на момент прихода на территорию Российской Федерации Тверской области было не изучено. Поэтому всем приходилось и оказывать медицинскую помощь, и параллельно изучать заболевание, учиться его лечить, доносить до нашего населения основные правила, основные основы профилактики этого заболевания. Поэтому, повторюсь, может быть, да, год был не из легких. Но, тем не менее, мы смогли его пережить, смогли сохранить систему оказания медицинской помощи в области, плюс построить систему оказания медицинской помощи именно инфекционных больных. То есть на сегодняшний день у нас случаи заболевания не вызывают испуга, оторопи или прочее. Мы знаем, что это делать, как делать, где это делать. То есть, когда даже дорога протоптана, не тропа, да, уже алгоритм выработан? Фактически, да. Выстроены маршруты и на амбулаторном этапе, и скорая помощь уже научилась работать быстро и эффективно по данному направлению. И госпитали функционируют тоже. То есть, средний срок лечения сейчас в госпитале у нас составляет порядка от 9 до 11 дней. То есть, это быстро, это эффективно, и люди, как правило, выходят здоровыми. Это первоначально, да, казалось, что слишком тяжело выстраивать вот эту вот цепочку, да, потому что враг неизвестен, да, как быть, очень много организационных моментов перестройка самих госпиталей. Ну, всё новое и неизвестное, конечно, пугает. Плюс это разряд особо опасных инфекций, требующих определённых их правил общения, определённой защиты. Поэтому вот это даже больше вызывало трудности, плюс, вот, не знаю, неуторопие. Но если не зацикливаться на борьбе с коронавирусной инфекцией, можно сказать, что в целом по области у нас достаточно эффективно сработала и служба, наша служба по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. То есть, у нас достаточно большое количество проведённых операций стентирования. Это высокотехнологичная медицинская помощь. Вот, сохранили систему вообще оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Это и травматологическая помощь при сердечно-сосудистых заболеваниях, ряд других направлений. Плюс мы не вывалились, так сказать, из обоймы всероссийской. То есть, у нас был сохранён поток пациентов, которые нуждаются в высокотехнологичной медицинской помощи, но получали её за пределами территории. Это тоже было. Проходили обследования люди, отправлялись за необходимой помощью, получали лечение. То есть, это очень важный вопрос, потому что пандемия пандемии, но другие болезни никто не отменял. Вот о чём мы говорили тоже в этой студии неоднократно. Совершенно верно. Следует отметить и работу онкологической службы, которая в условиях пандемии то же самое. Смогла и предотвратить массовые заражения внутри больничной, в том числе, сохранила службу и смогла развиться. У нас приобретено достаточно много современного оборудования, которое будет... Что-то работает уже в этом году, что-то даст эффект в следующем году. Поэтому по основным направлениям деятельности, организации медицинской помощи, в принципе, мы в этот год сработали неплохо. Вот у меня вопрос к Александру Сергеевичу. Врач, специалист-эпидемиолог. Вы, наверное, только в этом году ощутили значимость или уже была такая востребованность именно вашей специальности? Этот год, скажем, испытал на прочность не только всю систему здравоохранения в общем, но и отдельные её отрасли. И оказание помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологическими заболеваниями, другими расстройствами. Система оказания скорой медицинской помощи. Если говорить об эпидемиологической службе и службе борьбы с инфекционными заболеваниями, то они всегда существовали и в Советском Союзе, и в современной России. И только наличие этих служб позволило нам своевременно подготовить нашу систему здравоохранения к тем вызовам, которые перед нами поставила пандемия и распространение новой коронавирусной инфекции. Сама эпидемиологическая служба позволила в начале 2020 года, когда в Китае уже начался подъём заболеваемости новой коронавирусной инфекции, в России выстроить ряд мероприятий, которые, собственно, и позволили нам перестроить систему здравоохранения и быть готовыми к массовому поступлению больных новой коронавирусной инфекции. Те первые единичные случаи, которые в Тверской области начали регистрироваться в марте, каждый пристально рассматривался, учитывая, что болезнь новая, неуправляемая при помощи вакцин, единственными эффективными мерами воздействия и управления были ограничительные мероприятия. Это изоляция, это проведение дезинфекции, это, соответственно, своевременное выявление, ограничение, закрытие на карантин, если мы говорим о работе образовательных учреждений или лечебных учреждений. Но все это позволило нам взглянуть по-другому на нашу систему здравоохранения, выявить уязвимые места. И на сегодняшний день мы говорим о том, что наша служба оказания медицинской помощи является достаточно универсальной. Это касается и скорой медицинской помощи, и оказания помощи больным и на амбулаторном этапе, и на стационарном этапе. Поэтому здесь, несмотря на массу, скажем, таких явных минусов и проблем, в этом есть и плюс. В этом плюс тех уроков, которые нам преподнесла пандемия, и мы вынесли из этих уроков необходимые выводы для того, чтобы в будущем быть готовыми к тем вызовам, которые могут перед нами появиться. Николай Петрович, вот я знаю, что вы перед началом программы говорили о том, что, вернее, мне сейчас показывают, что мы привезли на небольшой перерыв, а потом о том, как работал со студентами в это время. Давайте прервемся на несколько минут. Уважаемые друзья, 300-190, не забывайте, мы ждем ваших звонков. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Тема дня», 300-190, телефон прямого эфира. Сегодня говорим о самом главном, что, наверное, у нас есть в жизни, о нашем здоровье, о сохранении нашего здоровья. Николай Петрович Кириленко. Я сейчас обращаюсь к нему. Профессор кафедры поликлинической терапии семейной медицины. Николай Петрович, вы говорили вот до того, как началась наша программа, что работали в том числе не только на удаленке, но и в аудиториях, и что приходилось работать со студентами, которые вынужденно засыпали на лекциях. А почему? А потому что они все были как на фронте, мобилизованы на борьбу с ковидом, да? Да, это так. Но, прежде всего, я хотел бы сказать, вот вы сказали, достижения этого года, какие я хотел бы сказать о нашей психологической устойчивости. Ведь, несмотря вот на такую ситуацию, которая разразилась весной, и нам это было впервые за всю нашу долгую жизнь, да, вот, и такие события, мы все-таки их перенесли, и перенесли достойно. И в этом плане, в том числе и студенты, они выполняли волонтерскую работу, и работали в ковидных госпиталях, и в отделениях. И они, я так скажу, что не агравировали этим, они и на занятия приходили, хотя была тяжелая ночь, но они понимали, знания не нужны, а знаний никто никого не освободит. И вот весной, когда мы все дистанционно ушли на занятия, мы тоже с этим справились. Для нас, для преподавателей, это была большая нагрузка, мы никогда с этим не сталкивались. Нам пришлось срочно осваивать и мудл, и другие образовательные системы, мы тоже с этим справились. Это тоже тяжелая психологическая нагрузка. Кстати, помощь, работа, вот такая студентов, практика, конечно, не приведи Господь, но если жизнь преподнесла, ведь это же необходимо для будущих врачей. Конечно, они это понимают, они сознательно к этому подходят, стало больше их участвовать в мероприятиях противопедемиологических, в том числе и в работе. Но они не забывают не только эту работу, лечебную работу свою и учебную работу, но они в том числе и наукой также активно занимаются. Понимаете, мы, дистанционные формы сно у нас внедрены, и опять же, они активно сотрудничают. Вот этим мы и гордимся своей молодежью, что они, как и мы, не впали в пессимизм, а активно преодолевают те трудности, которые возникают. От этих трудностей никто не застрахован, жизнь не может течь все время спокойно и без проблем, всегда возникают проблемы. Но их надо успешно решать, и самое главное, быть морально-психологически готовым к этому. Это очень важно, уважаемые друзья, у нас есть телефонный звонок, пожалуйста, говорите его в эфире. Это со мной разговариваете? Здравствуйте, да, как вас зовут? Меня зовут Игорь Анатольевич. Игорь Анатольевич, и ваш вопрос? У меня вопрос первый. Мы только что выписались с женой из ковидного госпиталя, из 7-й городской областной больницы. Нас там очень хорошо лечили, все, спасибо. Вопрос такой, как теперь вызвать врача на дом? Вызвать врача на дом невозможно в поликлинике, чтобы продлить больничный. А, чтобы продлить больничный, именно с этой целью вызвать врача на дом, да? Да. Нас, понимаете, нас выписали и сказали, вызовите врача, до врача дозвониться невозможно в поликлинику. Это первый вопрос. Так, понятно. Второй вопрос. Второй вопрос. Сразу я задам их несколько. Да, да, да. Второй вопрос, самый главный. Когда мы заболели, невозможно было вызвать врача участкового на дом. Просто никто не берет трубку. Категорически. Мы звонили по полсуток. На вторые сутки случайно пришел врач. Просто не берет никто в поликлинике. Это на смоленском телефон. Это тяжело, если учесть, что температура кашель, температура 40, несколько дней, и задыхаешься. Третий момент, очень важный. Что врач пришел, когда он назначил антибиотики и еще лекарства, там, жаропонижающие, от которых стало хуже. Почему нет инструкции, что антибиотиками ковид не лечит? Мы поняли Ваши вопросы, Игорь Анатольевич. Спасибо. Вот сразу ряд. Итак, как вызвать врача на дом, чтобы закрыть больничный? Неоднократно мне звонили жители города, говорили, что вынуждены находиться в поликлинике в общей очереди, где и с температурой люди сидят, и так, чтобы, именно чтобы вот такую необходимую процедуру провести. Ну, кто будет отвечать? Ну, давайте. Дмитрий Владимирович. Значит, на сегодняшний день в поликлиниках у нас организовано даже многоканальные линии для обращений, для вызова врача на дом в том числе. Но, как показала практика, трех-четырехканальные линии зачастую тоже не справляются со всем потоком вызовов, которые иногда обрушиваются на медицинскую организацию. В данном случае по выписке из госпиталя, тут вариант какой, если человек выписан абактериальный, то, в принципе, можно обратиться в поликлинику самостоятельно, без вызова врача на дом. Общая рекомендация не есть, но в данном случае надо посмотреть. Значит, есть у нас случаи долечивания, когда угроза жизни минует, и пациент выписывается на амбулаторное долечивание, соответственно, там еще подлежит и обследованию на мазки данной пациента. Эта информация передается из госпиталей непосредственно медорганизации. Медицинская организация тогда организует выход активный к этим пациентам. Дополнительно, понимая эту ситуацию с невозможностью дозвониться с занятостью каналов, телефонных, дополнительно у нас с 4 декабря организована прямая горячая линия, 122 с коротким номером, которая в том числе решает вопросы по оказанию медицинской помощи ковид и регистрации вызовов в направлении пациентов. 4 декабря вы сказали? 4 декабря? Декабря. То есть в течение месяца данная горячая день она работает. А, это не однократная, то есть это не один день, она на месяц? 4 декабря в круглосуточном режиме она работает, на сегодняшний день там тоже 4 канала, плюс подключен диагностический центр, то есть можно проконсультироваться с врачом, операторы переключать, поэтому вот такая служба в дополнение к первичному нашему звену есть. То есть и с помощью вот этой же новой службы можно и врача на дом вызвать? Да. А также телефон где этот узнать? По какому телефону звонить? Телефон 122, информация размещена и на сайте Минздрава, минздрав.тверскаяобласть.рф, да? Информация сейчас появляется в разделе каждой медицинской организации о том, что создана региональная вот эта линия 122, в том числе на сайте скорой медицинской помощи. Также пациент может быть перенаправлен на 122 при обращении в такие экстренные службы, как 112 или 103. Единственная просьба к нашим телезрителям, значит, все-таки 112 службы и 103, это несколько другие задачи у данных служб. Поэтому 122 это как раз информационный канал, который дает разъяснение по текущей ситуации, что делать, куда идти, либо помогает, либо оформляет вызов врача к пациенту. Пожалуйста, обращайтесь, работайте. Дмитрий Владимирович, я думаю, что понятно, во всяком случае, мне стало понятно, что существует такое, но телефоны работают, но телефоны не справляются. Относительно антибиотиков. Александр Сергеевич, может быть, это вам такой вопрос, что выписывают эти антибиотики? Потому что не сразу, наверное, стало понятно, что антибиотики-то в этой болезни никак не помогут. На самом деле, Министерством здравоохранения Российской Федерации выпущено несколько редакций рекомендаций, они носят название временных, потому что по мере изучения болезни подход к лечению, к диагностике, к ведению пациентов, он менялся. Вот на сегодняшний день последняя актуальная версия, девятая, временных методических рекомендаций, она содержит все необходимые схемы лечения новой коронавирусной инфекции, где в зависимости от состояния пациента назначаются те или иные препараты, в том числе и антибиотики по показаниям. Но показания для назначения антибиотиков определяет лечащий врач в каждом конкретном случае, определяет нужные антибиотики, ненужные, какие еще препараты нужно добавить. Поэтому здесь у каждого врача поликлиники, который приходит на вызов, есть определенный алгоритм, с ними проводятся периодически инструктажи, проводятся тренинги по как раз-таки лечению больных с новой коронавирусной инфекцией, в том числе и на амбулаторном этапе. И в данном конкретном случае, я думаю, все-таки, если были назначены препараты, то на то были определенные показания. Но в дальнейшем, почему стало хуже? Да, болезнь, бывает, прогрессирует и требует уже лечения на госпитальном этапе. Для этого вот развернуто достаточно большое количество госпиталей с достаточным количеством коек инфекционных, где уже в условиях стационара подход осуществляется более серьезным, с контролем лабораторных показателей, с контролем показателей функции дыхания, в зависимости от того, насколько тяжелое состояние у пациента. И там уже применяется комплекс препаратов, которые недоступны на амбулаторном этапе. Константин Валентинович, Вы как быстро врачи скорой помощи переквалифицировались, перестроились, что называется? Я помню, мы приезжали и к Вам в больницу, да? Была необходимость первоначально в какой-то специальной одежде, да? В чем-то... Ведь Вы же на передовой? Да, Инна, на самом деле служба скорой медицинской помощи, наверное, должна была бы быть максимально готова к пандемии в сравнении с другими какими-то подразделениями отрасли здравоохранения, да? Но, тем не менее, даже сотрудники службы скорой помощи, столкнувшись вот с этой бедой и распространением уже инфекций, достигшем уровня пандемии, да, точно так же оказались не готовы, как в нашем регионе, точно так же и в соседних. Здесь нам очень помог опыт и других регионов, мы постоянно обменивались информацией, учились. Я пользуюсь случаем, хочу выразить слова благодарности всем нашим ведущим специалистам и той команде, вот как бы, что вот, если говорить об итогах этого года, это действительно, воистину такая командная работа, и команда медиков, профессионалов с земли, с первичного уровня, и в эту же команду входит и областное министерство, которое, ну, фактически на равных подруливает и слышит, действительно слышит медицинских работников земли. И это наши пациенты. Вот мы отмечаем, что одна из таких, может быть, характеристик вот этого распространения инфекции, это ее чрезвычайная открытость. Это пандемия онлайн, фактически, и наши пациенты, они во многом следят за распространением этой инфекции с экрана своего мобильного телефона, и мы еще порой... Да, это самая тревожная цифра, наверное, которую ты видишь утром. И мы порой еще не успеваем за какими-то изменениями уследить, а это уже растекается в инстаграмах, телеграмах, и порой мы за своими пациентами еще и их догоняем, в общем и целом. Константин, я сейчас вас вынуждена оставить, у нас телефонный звоночек. Давайте послушаем, потом продолжим. Говорите вы в эфире. Здравствуйте, вас как зовут? Извините, пожалуйста. Я только что вот звонил как раз по поводу... Да, Игорь Анатольевич. Мы выписались из ковидного госпиталя. Да, да. Нас там хорошо лечили, спасибо, врачи-ангелы просто. Да, да. Но была одна проблема. Мы еле добрались до госпиталя. Дело в том, что не хватает скорых помощь. Мы ждали 11 часов скорой помощи, а жена у меня уже начала задыхаться. Вот можно ли, можно ли какой-то момент такой решить, чтобы, ну, с частной машиной или с... Как это... Да, мы, наверное, сейчас поговорим, да. ...чтобы помогало. Потому что тебя можно не довезти. Вот у нас было 87 цифр, а сейчас приехало 80 поражений легких на КТ. Ага, понятно, Игорь Анатольевич. Понимаете? Спасибо. Мы не успели положить. А если мы еще где-нибудь подождали дома, может быть, не успели спасти. Да, к сожалению, таких трагических историй довольно-таки много. Спасибо. Что мы можем сказать относительно количества самих машин? Ведь там же тоже работают водители, тоже люди, которые могут болеть, как и медицинский персонал. Да, все верно. Аудиослушатель или телезритель, да, когда пациенты вынуждены ожидать прибытия службы и скорой помощи, или бригад неотложной медицинской помощи. Они действительно имеют место быть, поэтому, наверное, очень важно слушать те рекомендации, которые могут дать диспетчера или врачи-консультанты до приезда бригады скорой медицинской помощи. Вот я вас перебью, я знаю, что был случай у моих соседей, мы живем в сельской местности, они сразу сказали, мы раньше, чем через часов пять к вам не приедем, но мы вас соединяем со специалистом, с доктором, и сейчас делайте то, что говорит доктор. И на самом деле они поддержались и продержались. Скорая приехала, оказала помощь и дальше течение, сейчас уже здорово. Да, вы абсолютно правы, у нас в диспетчерском центре помимо линий приема вызовов работает еще круглосуточно 3-4 врача-консультанта, врача скорой медицинской помощи, которые на телефонной связи 24 на 7 оказывают консультации как пациентам, так и выездным бригадам. Помимо этого, как уже Дмитрий Владимирович сказал, работает врач-консультант на горячей линии 122, и эту помощь уже могут получить граждане, обратившиеся по телефону вот этой всероссийской, общероссийской горячей линии. До прибытия бригады скорой медицинской помощи, конечно, нужно в первую очередь и сохранять спокойствие, желательно приготовиться в случае ухудшения состояния уже госпитализации, чтобы не тратить на это время. Это необходимые вещи, да, чтобы были собраны, как тревожный чемоданчик? Фактически, да, тревожный чемоданчик, потому что действительно у нас в условиях распространения коронавирусной инфекции минимальное количество общеизвестных симптомов, это уже, наверное, все знают, что все-таки это не грипп, это мы подозреваем в условиях пандемии, что речь идет именно о новой коронавирусной инфекции. Очень много пациентов уже обращаются с результатами, с данных анализов и мазков ПЦР, ведь наш регион входит фактически в лидеры по диагностике, и эта диагностика сейчас очень широко распространена. Поэтому, ну, вот так. А то, что говорил Игорь Анатольевич, привлекать частные машины, которые как такси будут возить по больницам ковидных больных, это вообще реально? Здесь, может быть, да, я поясню, следует добавить, что мы имеем место с инфекционными заболеваниями, почему еще скорая так долго едет? Каждую машину после каждого пациента обрабатывают, это тоже занимает время, потому что следующий вызов, да, с аналогичными жалобами, но это может быть и не ковид, поэтому санитарные нормы, они обязательны к исполнению, и бригада переодевается, машина обрабатывается, да, это делается в сжатые сроки, минимально, с учетом количества вызовов. По поводу привлечения автомобилей, мы отработали, то есть вот по доставке больных уже, вот здесь возникает этот вопрос, частные организации не готовы работать, да и больших частных организаций с хорошим автопарком скорой медицинской помощи, а это опять следует учесть, что должен медицинский работник сопровождать, то есть это в регионе не развито на сегодняшний день. У нас налажено сотрудничество со службой социальной защиты, у нас привлечены автомобили службы соцзащиты для доставки пациентов на имминологические исследования, на КТ, плюс отработан механизм в случае необходимости доставки пациентов из ковидных госпиталей, в том числе в район области. В муниципальных образованиях, да и в городе Твери администрация районов выделяет автомобили для врачей для обслуживания вызовов на дому. То есть это не скорая помощь, но это тоже влияет на сроки ожидания, о том, о чем говорил наш зритель позвонивший, что долго ждут и врача на дом. Здесь у нас сотрудничество налажено. Ваши пожелания сейчас жители нас смотрят, все равно еще холодное время суток, время года, еще длительное время будет, болезни будут распространяться. Лучше, если нет, лишний раз не ходить в больницу, лечиться, вызывать врача на дом? Что и относительно вот этих самых анализов, которые ты знаешь, ковид у тебя, не ковид? Лучше лишний раз заняться профилактикой, чтобы не пришлось не сдавать анализы, не ходить в больницу, не лечиться. Поэтому эта аксиома, она неменяемая и неизменная, как и при любом респираторно-вирусном заболевании, это профилактика. В данном случае это и соблюдение санэпидрежима, ношение масок, по возможности и соблюдение изоляции, и избегание посещения массовых мест. Но по поводу сдачи анализа на ковид, любое исследование, будь то мазок на коронавирус или компьютерная томография легких, это прежде всего исследование. А медицинские исследования должны назначать врачи, соответственно, клиническим показаниям состояния здоровья. Кроме того, я позволю себе добавить, все-таки, когда граждане у нас ажиотируют тему обследования на коронавирусную инфекцию, стремясь так или иначе получить доступ к этому исследованию в частной ли организации, в государственной ли организации, это должно проводиться с назначения врача. То есть, в первую очередь, нужно озаботиться, если человек чувствует себя плохо, у него появились признаки респираторного вирусного заболевания, в первую очередь, нужно озаботиться вызовом врача на дом для получения в приоритетном порядке медицинской помощи на дому. И ни в коем случае не доводить до того, когда наши граждане, такие примеры есть, с температурой, с всеми выраженными симптомами, начинают объезжать просто по городу на личном автомобиле частные лаборатории. Хорошо, если не на общественном транспорте еще, то бывает и такое. Я думаю, в общественном транспорте, конечно. Таким образом, абсолютно не проявляя какую-либо гражданскую ответственность за тех людей, которых они потенциально могут заразить. И хорошо, если это с применением средств защиты. Сейчас мы используем все маски благодаря тому, что у нас действует этот режим по всей стране. Но так было не всегда. И до определенного момента людей, которые носят маску, смотрели даже косо. Поэтому в первую очередь нужно заботиться о том, чтобы не распространять инфекцию, обеспечивать проведение всех профилактических мер и мероприятий. У нас еще один телефонный звонок. Говорите. Алло. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день. Меня зовут Алла. Алла, ваш вопрос, да? У меня такой вопрос. Меня вообще, скажем так, много. 16 ноября мой муж подтвердил ПЦР-тестом ковид-инфекцию. Мы с дочерью, нас трое проживают в квартире, соответственно, были, как контактные лица, по распоряжению Роспотребнадзора оставлены на самоизоляции. Когда у меня появились симптомы, мне тест не делали. У меня появились симптомы высокая температура, кашель, ознок. Я три раза вызывала врача. Врач ко мне из поликлиники, это первая поликлиника 7-й горбольницы, не пришла ни разу. На третий день мне позвонили и сказали, мы вас боимся, мы к вам не пойдем. И все четыре недели мы с мужем, с дочерью находились на карантине, и врач нам даже ни разу не позвонил. Тест ни у меня, ни у моего ребенка не брали. Мы обращались в Роспотребнадзор. Роспотребнадзор нас переформатирует на поликлинику. Поликлиника нас перенаправляет на Роспотребнадзор. В Министерство образования я пыталась дозвониться по горячей линии во вторник в 2 часа дня, где было сказано, что обращайтесь, пожалуйста, в рабочее время. Это как? Понятно. Давайте разбираться коротко. Алла, спасибо. Я слышала, такие звонки мне тоже поступали, что не то, что мы вас боимся, но, возможно, боимся, но должны специалистов выезжать. Бывает такое, как с этим делом быть? Вообще ситуация неоднозначная. Конечно, если есть возможность контакта, потом дайте, разберемся конкретно. Но, в общем и в целом, здесь, даже здесь, предписание Роспотребнадзора было. То есть, параллельно предписание Роспотребнадзора для гражданина получает аналогичное предписание медицинской организации. Она просто обязана взять на медицинское наблюдение данных пациентов, данных граждан. Женщина говорит, что была клиника. То есть, да, на сегодняшний день пациенты, находящиеся на карантине, при наличии клинических симптомов респираторного заболевания, подлежат обследованию на коронавирус и тем более посещению врача. Если период карантина проходит бессимптомно, все нормально, значит, тогда больничный мист закрывается, возможно, даже без посещения врача. Практикуется в городе и в области в целом это ведение пациентов по телефону. В ряде случаев как раз привлекаются и студенты к обзвону. Но это опять обзвон типовой по чек-листу при отсутствии каких-либо клинических проявлений. Если что-то есть, то разбирается врач. Поэтому в данном конкретном случае, если есть возможность, контакт нам оставить. Да, будьте добры, Алла, оставьте свой контактный телефон, и я уже передам специалистам, и будем разбираться конкретно с вашим случаем. Хотя, да, вот ответ мы говорим, да, относительно вот этого фронтового военного положения, да, и ответ мы вас боимся, как-то он не вяжется. Еще телефонный звонок, будьте добры. Как вас зовут? Лидия. Лидия, ваш вопрос, если можно очень побыстро, а то времени очень мало. Да вы всегда, вы всегда торопите, вы всегда, поэтому я понимаю, что быстро. Вот, вот сегодня мне обещала врач, я на восьмой день только дождалась врача. Вы призываете не ходить в поликлинике. А как дозвониться, если не берут трубку? Первая медсанчасть, поликлиника номер два. Или заняты, или трубку не берут в поликлинике. Вынуждены идти вызывать врача сами. Врач пришел не в первый день, на восьмой день врач пришел. Сказала, завтрак вам придут, мошки возьмут. Я ждала до 12 часов, не ела, не пила, лекарства не принимала, думаю, как будут. Никто ко мне не пришел вообще. Лидия, а у вас симптомы именно коронавируса? А я откуда знаю, мы чтобы такие грамотные, в 74 года мы грамотные. Понятно, Лидия, но вот мы сказали в начале программы относительно того, что сейчас организована новая многоканальная линия, еще давайте повторим телефон, 122, да? 122 не берут, никто не может ответить. Я и звонила и 122, остается только позвонить в полис мой, где я полис, в страховую компанию. Только туда не звонила. Аж на единый центр звонила в Россию. Понятно, спасибо. А что мы можем здесь ответить? Вообще, страховая компания, это тоже один из телефонов дозвона и достаточно эффективный, и, как правило, более доступный. Потому что страховая компания, одна из функций их, это защита своих застрахованных, и они тоже могут помочь в организации медицинской помощи и вызове врача. Так что здесь совершенно верно. Вот у меня вопрос. Вы пришли в поликлинику для того, чтобы записаться вызов врача на дом. Но если вы пришли, почему вы тогда не обратились сразу в кабинет для больных? Ну, давайте продолжим, уже Лидия отсоединилась. То есть, вот возможность такая всегда есть. То есть, разделение потоков в поликлиниках, да, существует. Все равно у нас пациенты обращаются самостоятельно, и в какой-то мере это правильно. Поэтому, если мы приходим в поликлинику вызвать врача на дом, у нас есть возможность попасть к врачу. Да, придется подождать в очереди зачастую, но мы пришли в поликлинику. Константин, у меня к вам вопрос относительно. Мне хотелось, чтобы вы обратились к водителям, которые... Потому что у нас уже скорая с мигалкой, с тревожной. Это уже стало обыденностью, да, каждый день. Их очень много. Это наполняет сердце тревогой. И я знаю, что есть водители, которые, ну, не спешат даже пропустить. Мы неоднократно в рейдах участвовали таких. Знаете, а я все-таки, Ирина, хочу отметить, что, вот знаете, ну, с нашей совместной работой, совместной работой с ГИБДД, а ведь лучше стали. Вот лучше стали пропускать это точно и за последние пару лет. Вот, ну, это так бы все же... И прошла наша совместная работа зря. Ну, безусловно, все же познается в сравнении. Если мы с вами вспомним, там, пяти-семилетние давности времена, сейчас, конечно, стали пропускать лучше. Но мы вынуждены об этом напоминать постоянно. Уважаемые телезрители, радиослушатели, если вы видите автомобиль скорой медицинской помощи, но даже без включенных специальных сигналов, ну, ради бога, пожалуйста, пропустите машину скорой помощи, чуть-чуть перетромозите, измените ряд, возьмите немножко правее. Ведь в этой карете скорой помощи вполне возможно едут либо к вашим знакомым, либо к вашим близким на вызов, либо уже пациента госпитализируют в стационар. Водители скорой медицинской помощи у нас проходят специальное обучение для работы на машинах с включенными специальными подвесковыми маячками. Но, тем не менее, от сознательности граждан областного центра, сейчас на улицах Твери очень много появилось автомобилей скорой помощи из районов Тверской области, которые привозят пациентов к нам, да. Тоже зависеть будет и скорость доезда бригады скорой помощи, и аварийность, большая аварийность, что говорить. И машины скорой помощи тоже зачастую становятся участниками... Да, выезжала я на некоторые такие аварии, к сожалению. Да, участниками аварий. Хочу еще обратиться к автомобилистам, коль у нас все-таки такие предновогодние сейчас разговоры, и обратить внимание на наличие, если речь идет о детках, о наших, о наличиях в автомобилях детских кресел, удерживающих устройств, по стойку, поскольку служба скорой помощи, ну, коронавирус к коронавирусу, но мы не забываем, что у нас в структуре наших вызовов коронавирус, это, ну, буквально там треть, наверное, одна, все остальное, это обычные вызовы, инфаркты, инсульты. Это вот что мы это только раз договорили, что никто другие болезни не отменял. И никто не отменял ДТП, и все-все-все прочие. Вот сейчас у нас лед тонкий, да, и даже вот в такие вот случаи бывает. Опасности они, к сожалению, кругом. Поэтому обратиться хотелось бы в том числе и к нашим зрителям в преддверии новогодних праздников о профилактике и травматизме. И холодные обещают, вот, первую неделю январскую, я слышал, морозы даже будут, поэтому и профилактики обморожений. Да, это риск такой большой существует. И, конечно, вот, ну, что уж говорить в преддверии вот таких тяжелых, но тем не менее праздников о профилактике злоупотребления напитками всевозможными. Это вообще, вообще новогодние праздники, мы неоднократно говорим, что это удар по организму. Да, давайте мы вот об этом предупредим народ. Вот, Николай Петрович, что Вы можете сказать в качестве специалиста, да, семейного доктора? Что можно, чего нельзя, даже если это очень хочется? Ну да, сказать всегда просто и легко, а вот выполнять рекомендации... Да, когда вот она ручка тянется. Да, настроить надо. У нас как раз осталось время, чтобы подойти осознанно к этому мероприятию. Все его любят, все отмечают его, и это замечательно, и мы должны общаться. Но семейный, новогодний праздник, конечно, семейный и хорошо в семейном кругу, но все равно вот процесс должен быть управляемый, в том числе и уже здесь поднялся вопрос употребления алкоголя. Ну понятно, где алкоголь, там и пища, да, и мы должны себе представлять, что это наш и не первый, и не последний Новый год, и надо его строить, встретить достойно, может быть, вспомнить, как были прошедшие годы, чем они заканчивались, я имею в виду переедание, самое легкое, что может быть, и вызов скорой помощи увеличивается. Кстати, увеличивается скорость, да? Ну конечно, конечно же. Я вам скажу, что вот те же, просто мы наукой-то и занимаемся, я проводил исследование, что вот, что человек съел накануне, меряем давление, и у тех, кто больше потребил, в скобочках, вредной пищи, у тех и давление цифры были повыше, чем у тех, кто воздержался от этого. Поэтому, конечно, надо, понятно, праздник-праздник, но все-таки должно быть управляемое употребление нашим поведением в целом, да? И лед, мы знаем, что только остановится, и выпил человек, значит, контроль теряет, и сейчас скользко, зима, все что угодно может быть. Поэтому, если переходить к конкретной цифре, то она звучит примерно так, где-то в фузер лучше сухого красного вина. Ну, понятно, Новый год, есть Новый год, шампанское, да, это святое дело немного. Но, опять же-таки, немного тут все... Ну, понятно, да, немного, там, пускай будет полфузера, остальные фузеры, это сухое красное вино. Если кто его не переносит, может, употребить и более крепкие напитки, но уже значительно и значительно меньше. Просто крепкие алкогольные напитки тяжело, скажем, те же 50 грамм растягивать на весь вечер, да? А сухое красное вино, оно поглоточек, глоточек, можно на вечер, вот, и восполниться. И когда вы делаете праздничный стол, то не надо в больших количествах готовить, да? Потому что вы приготовили, ну, конечно, по инерции вы все это съедите в этот день или на следующий день, а понемногу. Вот, есть маленькие бутербродики сделали, да? Вот, маленькая закусочка, фрукты. И самое главное, что это праздник же не надо делать стопроцентно для живота, как я говорю, для сравнения, да? Вы поговорите в семье, в семейном кругу, обсудите проблему. Это будет значительно интереснее, вы проведете это время. Организуйте какие-то домашние интересные мероприятия, привлеките детей, чтобы это был истинный семейный праздник. А вот вы не то, что вы сели за стол, как вкопанный, и только едите, поднимаете, поздравляете. Это у нас же как-то генетически, да? Что если вот к Новому году должно быть все не хуже, чем у людей. Я уж не говоря о нашем салате, да, это вот не хуже, чем у людей, это очень плохая философия. Сейчас у нас надо удаляться от той генетической памяти, когда у нас было все дефицит, все не достать. Сейчас у нас свобода, нет проблем, это второе, третье купил, да, и не надо только этим употреблять. Да, свеженького, да? И не надо готовить, да, кучу, две кастрюли оливье. Да, в магазинах продается все, что угодно теперь. Я надеюсь, что прислушивается, уважаемый, конечно, тяжело, но надо остановиться, да? Константин, а может быть, вы напомните, давайте нашим телезрителям еще, когда необходимо вызывать скорую. Мы в этой студии говорили, первые симптомы инфаркта, инсульта, то, что часто бывает. Ну, конечно, но инфаркты, инсульты, вот такие вызовы экстренные, скорой помощи в экстренной форме, они составляют все равно самую базу обращений нашего населения, в том числе и в период этих праздников, когда много людей время дома проводят. Поэтому, если вы почувствовали какое-то острое состояние, остро возникшее состояние, остро возникшая головная боль, а не менее, в частности, там, в конечностях, как правило, это одновременно и рука, и нога, может быть, потерю чувствительности, остро возникшее головокружение, номер 103, или номер 112, или номер 03, это номера, которые должны быть известны всем, включая даже самых-самых маленьких детей. В преддверии новогодних праздников хотелось бы особое внимание обратить и на деток, и на наших пожилых родственников, чтобы мы, ну, может быть, воздержались от походов в какие-то оживленные места скопления людей, центральные улицы, ярмарки, побольше времени провели дома и, действительно, бережно уделили внимание своей семье. Сказали друг другу какие-то очень важные слова и пожелали друг другу здоровья, как у нас в медицинском сообществе принято. Самое главное пожелание – это пожелание здоровья. Это очень важно. Как будут работать медицинские учреждения в праздники? У нас же длительные выходные, да? Да, выходные в этот год достаточно длительные, но, тем не менее, у нас организовано и ежедневное оказание первичной помощи, то есть поликлиники будут работать, в поликлинике можно обращаться. 3, 6 и 9 числа будут работать и узкие специалисты в поликлиниках. Всю информацию можно посмотреть на сайте Минздрава и на сайте медицинских организаций. Организовано также ежедневное оказание травматологической помощи. Наши травмпункты будут открыты 24 часа, но опять по графику. График вывешен. Значит, стоматологическая помощь возобновится с 4 числа. Городские поликлиники стоматологические будут принимать с 4 числа. Экстренная стоматологическая помощь, соответственно, тоже будет оказываться в любое время на базе первой городской больницы. Следует отметить, что в этом году у нас с 4 января возобновится прививочная работа против коронавирусной инфекции. С 4 января? С 4 января, да, прививочные кабинеты начнут работать. Прививки от коронавируса проводятся у нас в 4 медицинских организациях. Это 3 организации города Твери. Первая городская больница, больница скорой медицинской помощи и 7-я городская больница. И Вышневолодская ЦРБ на сегодняшний день тоже проводит прививочную работу. На сайтах данных медицинских организаций по телефону вам могут подсказать телефон для записи. Прививки проводятся по предварительной записи, по согласованию. Надо перед этим обращаться к врачу? Может быть, не показана прививка? Непосредственно проконсультируют и по телефону. То есть запись на прививку осуществляется с предварительным консультированием. Поэтому на данных телефонных линиях работают именно врачи. И прямо перед проведением прививки то же самое проходит врачебный осмотр с измерением ряда показателей состояния здоровья, с выяснением анамнеза. Александр Сергеевич, рекомендуете прививаться? Вы как главный врач у нас эпидемиолог. Я не только рекомендую прививаться. Я как человек, который сам привился от коронавируса, наверное, в первых числах. В числе первых людей в Тверской области. И на сегодняшний день могу сказать, что уже почти тысячи человек у нас вакцинировано. Граждан Тверской области. Вакцинация – это простой способ защитить себя от инфекционного заболевания, в том числе новой коронавирусной инфекции. И, конечно, я рекомендую прививаться. Нужно использовать сейчас эту возможность для того, чтобы защитить себя с одной стороны. То есть на индивидуальном уровне мы воздействуем на эпидемию, создавая у себя самого иммунитет. И, говоря о популяционном воздействии на распространение коронавирусной инфекции, вакцинировав как можно больше людей, мы делаем невозможную передачу коронавируса и, соответственно, снижаем заболеваемость. То, к чему мы планируем прийти уже к концу зимы, к началу весенних месяцев. Таким образом, вакцинироваться нужно. Но нужно, опять же, помнить, что защитный иммунитет формируется лишь к 42-му дню от момента вакцинации. Поэтому соблюдение масочного режима, соблюдение дезинфекции рук и по возможности все-таки избегать мест массового посещения людей, для того, чтобы не заболеть до того момента, когда цикл вакцинации будет завершен полностью. А он предусматривает введение двух компонентов вакцины. Поэтому нужно себя беречь, особенно учитывая длительные вот эти новогодние праздники. Вспомнить о том, что Новый год праздник семейный и больше провести времени дома с семьёй. Спасибо, уважаемые друзья, показывает, что всё время нашего эфира подошло к концу. С наступающими праздниками будьте здоровы, спасибо вам огромное за работу. Пусть больше не будет таких потрясений у нас в новом 2021 году. До свидания. Спасибо вам, спасибо. Спасибо.